Слышите, братья и сестры, у нас юбилей произошел, полторы тысячи подписчиков, но у каждого из вас есть шанс повлиять, подгавнить, чтобы отписаться и снова, чтобы я потом снова кто-то подписался и снова у меня произошел юбилей, юбилей по несколько раз в год. Я хотел, если честно, в юбилей начать снимать на новое устройство, но вы заметили уже третье видео подряд, и качество, и звука, и видео, ну совсем другое, там картинка, звездинка, вот было вот, вот на что я снимал, понятно, что это не интересно никому. В общем, тетка, которая мне это продала, съебалась в Турцию, на ПМЖ, на ПМЖ спрашивается, откуда деньги на недвижимость, ну ладно, бывает, всякое бывает, просто я у нее спрашиваю при покупке, все хорошо, никаких проблем, все нормально, все четко, все прекрасно, все замечательно, говорит, ну и что, нам приходилось с вами терпеть и мучиться и страдать. Зацените зубы, зацените зубы, цвет зубов, цвет зубов, да, зубы, но есть еще там, зацените, ну, понятное дело, все остальное, там, еще вот кожа, например, очень неровная, после этого сотрета прыщи, как говорится, сходят, а какие-то вот эти вот рубцы остаются, что-то, вот такая вот хрень морщинистая, ну морщины, тут у меня все в морщинах, ну, на свету если попадает, жирный лоб весь в морщинах, сейчас вот цвет попал, плохо, но видно, в общем, в его возрасте уже все, у меня морщины давно начались, потому что стресс постоянный, безумный, когда надо в камеру смотреть, не забываем, в общем, много-много так можно накопать, там несем, все, все у тебя не так, все у тебя не так, ты для тебя вот так, вот тут вот это вот все, и, соответственно, соответственно, видео-то важнейшее, что, вот, и что дальше? Тут не так, все не так, все не так, и что дальше? Ну да, там, изредка я хожу на чистку зубов, ну, последний раз у меня три месяца назад она была, отдал шесть косарей за всякие звуковые, ультразвуковые, хренозвуковые, ну и что там, несколько месяцев по, более-менее, погонял, и сейчас опять вот, потому что постоянно пью кофе, ну, в принципе, там доработать можно все ситуации, там, починить под это, поудалять, попередалять, там, в крайнем, в крайнем случае, все зубы просто вырву, и вот так он будет, все. Обращать вот так вот, прямо вот все, на свои недостатки внимания, и так их бояться, и по этому поводу конфликсовать, конфликсовать смысла нам с вами нет никакого, никакого. Также вот как, вот представьте, перед вами вот я, ну, вам, по сути, это должно, по идее, если вы адекватный человек, насрать, где там чё, где никак, где как, ну, даже если не насрать, ну, это же не убийственно-негативно вы бы относились, там, к каким-то моим недостаткам, убийственно-негативно. То есть, ну, по сути, ну, хрень полная. И также вот к вам, у вас какие-то недостатки, условно тоже говоря, другим-то наплевать на них, более-менее. Ну, если человек совсем конченый, может быть, ему не наплевать на вас, ну, это даже хорошо, если он настолько конченый, что он вас хейтит постоянно. Поэтому мы переоцениваем, мы переоцениваем глобально просто свои недостатки, какие-то свои косяки, там, вес может быть. Мне вот насрать, например, сколько человек весит, вот просто насрать. Мне, мне в другом человеке абсолютно наплевать на его кожу, да, даже если это девка. Даже если девка вся в прыщах, ну, какая разница, если она мне внешне нравится, ну, плевать мне, плевать мне. И почти с нами, понимаете, они везде бывают. Если у нее там черные зубы, мне вообще наплевать, вот. И, соответственно, лишний раз, еще раз, переживать из-за всего этого, что вот у меня то, у меня все. Нам, если не наплевать на все вот это вот дело, на все наши недостатки, это не значит, что другим так же на них не наплевать, как и нам. Другим, как раз таки, наплевать. Поэтому какой смысл переживать? Мы же переживаем из-за того, что нам кажется, что другим так же не наплевать на наши недостатки, как и нам самим на наши недостатки собственные. Ну, это все искажение, когнитивное искажение. Это бред, это бред. Из-за, еще раз, переоценки. Из-за переоценки влияния этих недостатков на нашу жизнь и на других людишек. И после этого на влияние этих людишек на нас. Вот, такие вот дела. В общем, суть, еще раз, суть, наплюйте на свои недостатки. Да, понятное дело, что можно там изменить более-менее там, если хотите, опять же, менять. Вот, у меня были ситуации, я ходил на свидание, например, на свидание. Вообще, ну, минимум, подделывал чего-нибудь там, ну, немножко, может, подкрашивал ботинки, или просто их мыл. Мыл, ну, я выходил нечесанный, не бритый, надел какую-то хрень, чуть ли не похожую, ну, тоже, вот, как вот, меня физруком даже назвала девка, как свисток. Оборудовался какой-то паленой одеждой дешманской, абсолютно. Ну, тут вообще, тут вот, вот, козья борода была, и пошел на свидание. И пошел на свидание, представляете? Ну, и что, вы думаете, меня с дерьмом сожрали там на этом свидании? И вот, второй, второй тип недостатков. Как мы знаем, там, задумываясь комментарии, мы комментарии все читаем, все уважаем, обожаем, любим, что есть инцеллы, которые, ну, из-за внешности им никто не дает, но это все фейк, это все хрень полная. А есть, ну, какие-то там другие целы, которым, в силу их особенностей внутрепсихических, никто не дает. Вот, сейчас мы поговорим про внешние недостатки эти инцеллские. Мы говорили, а вот это вот шестцел, шестцел термин, вот такой вот я бы придумал. Если ты шестцел, тоже, опять же, все мы разные, ну, так более-менее походить на большинство, большинство, ну, если ты здоров максимально, то ты, разумеется, больше всего похож на большинство. И, понятное дело, что отношение к тебе будет самое адекватное, нормальное, если ты похож на большинство, ты не будешь отпугивать. А, вот, например, вот моя ситуация, у меня бывает у меня такое здравое поведение, как бы я этим пользуюсь активно, своим этим, своими намерениями, своими позывами психическими, что, например, очень жестко пошутить, я знаю прекрасно, что девушки сарказма не понимают, если даже некоторые подписчики не понимают сарказма, мужскопольная, мужскородная, я прекрасно это знаю и все равно не выдерживаю, вот, там, продвигаю какие-нибудь там жесткие вещи, но после этого, ну, все, это же тоже, это отверженность идет, от тебя саркизм полнейший, тебя девка начинает забегать, ну и что, ну и что. В общем, тут же дело не в том, что настолько подстроиться, перестроиться, чтобы быть вот этим вот усредненным вариантиком, а чтобы показать свою, проявить свою самость, фу, не будем про самость, естественность, и чтобы девкам найти именно такую девку, которая примет твою естественность, вот это вот, не будет ее бояться, а это тяжело, потому что усредненный класс, средний класс, ну, по психическим параметрам, его, в основном, не боятся, там нечего бояться, а если у тебя вот, ну, из ряда вон, из ряда вон, всякие вот эти вот психические ситуации, ты попробуй найти девку, которая все это будет принимать, но главное, главное, что, о чем сам-то смысл уйдет, что этого не боятся, и как бы, ну, есть это и есть, но нет этого, и нет, типа, что, не бояться вот этих вот своих вот таких вот особенностей, особенностей неусредненностей, не пытаться усредниться, но все равно немножечко к этому усреднению, хотя бы на первой встрече, чтобы первые эмоции, первые впечатления были не совсем уж изгажены, я стараюсь, я стараюсь к этому стремиться, и вам к этому нужно стремиться, Но при этом желательно все-таки искать человека, который готов будет с этим работать, с этим работать, понимать, принимать. Ну, достаточно, конечно, мне непросто в этом плане, да, но скажу, что бывают. Бывают девки, которым это, наоборот, безумно нравится, безумно нравится. К сожалению, мне они, может быть, не заходят, но у меня в классе такая была девчонка, вот она прямо вот кайфовала от этого. И потом мы уже школу закончили, классы все закончили, и тогда все это, а любовь, как говорится, ко мне не прошла. Потому что, так что вы не думайте, что если вы редкий такой товар, и не вот такой, что вы навсегда обречены на одиночество. Вы, да, вы навсегда будете обречены на одиночество, как и я, если вы не будете вот это вот дело относиться к этому, вот ко всему неусреднению своему позитивно. Вот тогда да. А если вы наплюете на все это, и не будете вообще даже считать это своим недостатком, или вы его настолько примете, что, в общем, будете относиться, как к своему достатку, наоборот, преимуществу, привилерии. Вот тогда вот все. Вот видите, уже путанность, запутанность сознания, там, шизнение и все. В общем, ребята, все, не боимся, не боимся своих недостатков, не боимся, не боимся, я запрещаю их бояться. Вот я вот, там, до определенного периода, мне не было на них наплевать, мне не было на них наплевать, да. Потому что я переоценивал влияние их на восприимчивость окружения, на восприимчивость окружения меня самого и этих же недостатков. Но сейчас вот, как бы, сейчас, да, более-менее на все наплевать. И вот еще раз, что минус, главный минус, что 2024 год, год с оффлайн-знакомств, но, 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 у меня достаточно такая явная апатичность, выраженная апатичность, что там, желание, вот как у меня раньше была, взрывоопасность, знакомиться с деками, находить себе девчонку, и еще и желание заняться кексом, саитием и так далее, коитусом, фрикцией, все такое движение. Сейчас у меня это, говорю, ну, подугасно, подугасно. И вот, ну, еще раз, очередной раз поделюсь, что боюсь, а вдруг это навсегда, навсегда. И тогда наверняка... Кстати, вот, почему у меня такое качество? Что у меня за оборудование? Как вы думаете? На какое оборудование я стал снимать? Вот после этого фуфла, турецкого происхождения, что и мать, мать вот этой камеры, она в Турции, турчанка, она уже коренная жительница в Турции, там, истамбул, 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 та-та-та-та-та-та, и из души уходит проще тревога. В общем, у меня, ну, оборудование, оборудование, оборудование. Ну, все, ребят, вот такое вот бесполезнейшее видео было на канале, но нет, все-таки смысл есть, смысл, я буду из видео вас этим наполнять, что на свои недостатки наплюйте, потому что другим людям, которые на вас смотрят, наплевать на них. И, соответственно, вам тоже должно быть наплевать на эти недостатки. Раз другим на них наплевать, вам же не наплевать, потому что вам кажется, что другим людям не наплевать тоже на них. Так же не наплевать, как вам на них не наплевать, на эти недостатки, на свои же. В общем, все. С вами был Александр Кузьмин, запутайтесь, распутайтесь, всем пока, не забываем взаимодействовать. Продолжение следует...